анна какие задачи вы закрываете наружной рекламой сегодня для нас наружная реклама очень важный медиаканал прежде всего для получения большого охвата и знания наших проектов которые стартуют на телеканале это тот канал который позволяет нам в сжатые сроки охватить более 70 процентов населения и мы понимаем что наружная реклама она там работать прежде всего на вне дома и соответственно это тот медиаканал где мы застаем человека не найти не в телевизоре но во всех других средах охватываем охватываем аудиторию она вам как телеканалу да важно еще еще в каком-то медиа поймать и конечно и еще очень важная история что ну известно что телевидение дает нам очень дешевый контакт с аудиторией собственно наружная реклама позволяет нам не просто охватить эту аудиторию сделать это эффективно и дешево потому что контакт с нашей аудитория в наружке он самый дешевый а какие форматы вам больше интересны как рекламодателю в out of door здесь есть две задачи одна задача это вот как я уже сказала охват и под эту задачу нам интересны прежде всего те форматы которые дают этот охват там на определенном регионе в москве это там один набор форматов в городе 100 минус это другой набор форматов и здесь мы рассматриваем наружку не только как щиты на улицах но и вообще out of home то есть все что вне дома то есть это может быть и какая-то эндор на какое-то эндорное размещение где-то это может быть то же самое даже аудио реклама в каком-то месте продажи куда с где есть скопление аудитория может быть это какой-то баннер на банкомате вот но это если мы говорим про охват каких-то вот пунктов где нет вот этого покрытия стандартных форматов если же мы говорим все-таки о городах 100 плюс то это в основном щиты как статичные так и диджитальные соответственно также мы очень любим для того чтобы донести наш контент это большие диджитальные форматы и медиафасады потому что они дают кроме охвата они дают вот этот вау-эффект дают позволяют нам представить как бы палитру нашего проекта и включить включить человека в этот проект ну вот в общем этот основные а каких инноваций на ваш взгляд сейчас не хватает этому медиа не хватает программатической истории программ потому что программатика сейчас пока еще дает очень мало каких-то решений то есть это определенная мы не можем например программатика запустить 10 секундный ролик вот то сейчас это только 5 секунд а мы не размещаемся с 5 секундами потому что мы считаем что как бы нам надо присутствовать серьезно и мы не можем донести ту информацию которым нам необходимо в 5 секунд то есть вам этот инструмент по сути недоступен получается что нет ну то есть вот нам очень часто его презентуют нам рассказывают как это все круто и интересно мы говорим окей давайте считайте вот ролик 10 секунд вот на при том что нам это очень интересно потому что нам зачастую нужна компания там на один день потому что вот у нас там сейчас эфиром и хотим что-то вот сейчас делать прямо перед эфиром что-то крутое запустить и чтобы это было быстро и везде окей давайте дешевый контакт все замечательно считайте вот вам 10 секунд ой нет тогда это уже мы ручками соответственно уже цена все она уже не становится настолько интересно и поэтому все на этом рушится также не хватает наверное в этом плане какого-то объединения рынка то есть если мы говорим о а диджитализации вот об этом вот сейчас мы дали и здесь это везде разместилось то есть это все равно те же самые там программатики это все равно там допустим два оператора каких-то там ну хорошо еще три но то есть она пока не позволяет сделать какую-то полноценную диджитальную историю и поймать человека на всем его пути вот этом out of home то есть он там зашел в метро здесь вот поймала это изображение потом он вышел на улице потом доехал докуда-то зашел в магазин и вот она здесь на экране вот вот этой полноценной истории охвата все все цифры это нету это жалко это то чего было бы наверное интересно когда мы могли бы в одной системе загрузить полноценную кампанию там не только по москве но и включая регионы и задействовать все форматы out of home диджитальные а вот интересно сейчас вводятся новые к видные ограничения везде они понятное дело разные но в целом как это повлиять на вашу стратегию присутствие в наружной рекламе для нас для нас это на самом деле прямо боль потому что у нас есть вот вот если мы говорим прямо сейчас у нас есть там премьера которая стартует через не через 10 дней 8 ноября как раз и под нее была рассчитана компания вот в эти сроки чтобы привести большая полноценная диджитальная компания чтобы привести к этой премьере и мы сейчас понимаем что трафик сокращается то есть я вот уже сейчас смотрю в москве на вот эту вот цифру на яндекс картах который обозначает пробки и она конечно намного меньше чем она была и там еще в начале этой недели и поэтому мы понимаем что соответственно цена контакта с аудиторией в этот период она будет для нас расти поэтому как мы изменяем ему пытаемся во-первых договориться все-таки облучшение условий на этот период потому что ну трафика реально будет меньше мы где-то перестраиваем наше в целом планирование стало более гибким потому что мы уже не можем долгосрочно там на весь год забронировать программу потому что мы должны подстраиваться вот под вот эти вот истории что здесь прикрыли здесь закрыли как те же самые там премьеры подстраивать вот ну вот смотрим такое ручное управление то есть вот мы сейчас этим столкнулись мы сокращаемся при этом где-то сокращаемся где-то стараемся можем переводить это вдруг в другие форматы также там out of home потому что полностью покрыть все наши интересы только интернетом мы не можем к сожалению или к счастью но в общем не можем а если подытожить какие как нужно улучшить что-то может быть добавить в наружной рекламе чтобы вы повышали свои затраты в этом медиа смотрите я вот там на один вопрос не не договорил у нас еще вторая задача когда мы не просто охватываем нашу аудиторию а когда нам надо вовлечь аудиторию в наш вот контент чтобы он погрузился в это и так как мы развлекательный канал мы пытаемся чтобы наш вообще как бы наше наше присутствие в медиа она также вы развлекало и радовало людей и при этом мы хотим какого-то вот этого вау эффекта и к сожалению вот таких вот историй реально вау их все-таки очень мало их очень тяжело сделать и мы конечно ждем ну каких-то вот таких историй потому что что касается там вот этой истории там программатика и всего но то есть чувствуется что там но еще год и эта проблема решится там какая проблема решится через два года а вот таких вот вау истории их очень много составляющих с этим связано там тех же самых там каких-то ограничительных согласований всего и вот для мы очень хотим такого то есть если есть что-то такой вау идите к нам